Здравствуйте, вы смотрите программу Якутия Лайф, в студии Ирины Ефимова. Середина июня оказалась плодотворной на инвестиционной форуме. В Санкт-Петербурге прошел старейший в стране 26-й уже Петербургский международный экономический форум. В этом году его тема звучала как «Суверенное развитие, основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений». И с 17 по 19 июня, сразу после международного форума, стартовал региональный инвестиционный форум «Мирные территории развития». И сегодня об основных достижениях и соглашениях на полях этих форумов поговорим с министром экономики Республики Саха и Якутия Майей Даниловой. Добрый вечер, Майя Андреевна. Здравствуйте. Ну вот уже и в новостях мы говорили, и везде говорили, как известно, в этом году на ПМЭФе было подписано 12 соглашений на рекордную сумму почти 93 миллиарда рублей, которые будут направлены на развитие Республики. Вот какие главные из этих соглашений, самые крупные? Да. Ну, я как министр экономики, конечно, выделяю эти соглашения, которые связаны с привлечением инвестиций в Республику Саха и Якутия. И, наверное, таким интересным соглашением можно назвать трехстороннее соглашение с Алроссой, с компанией ОДББ. Эта компания занимается реализацией гелия на территории Российской Федерации, да, и зарубежные поставки тоже имеет. Это и Республика Саха и Якутия по организации производства, извлечения гелия из природного газа на территории Мирнинского района. Будет использоваться природный газ Алроса, который добывается на Среднепутобинском месторождении. И это, конечно же, на первом этапе планируется инвесторам вложить в это производство 2,5 миллиарда рублей. Ого. А что Мирнинскому району это даст, ну вот жителям Мирнинского района? Рабочие места какие-то? Да, безусловно. На первом этапе это будет около 31 рабочего места. Конечно, не так много, потому что серьезные вопросы там связаны с логистикой. Как этот гель оттуда вывозить, он в жиженом виде оттуда будет вывозиться. Транспортная логистика там не очень, не самая хорошая, но потом, значит, через 2-3 года на втором этапе это будет, конечно, более кратное, большее количество рабочих мест. Мы рассчитываем именно налоговые поступления, да, серьезные с этим проектом. Ну раз деньги вкладывают, значит, это прибыльно потенциально. А вот гель, он где используется? Гель используется... Кроме воздушных шариков, простите. Да, да. На самом деле, та компания, которая занимается сейчас инвестированием в гельевое производство, начиналась с воздушных шариков. Но в мирных целях. В мирных целях используется в широко здравоохранении, да, вот эти все компьютерные томографы, они все начиняются вот этим вот жидким гелиям. Ну и в военно-промышленном комплексе Миншн. Мы работаем в прямом эфире. Можно задать вопрос, позвонив студию по номеру 841-12-42-14-39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8-914-235-0502. И также можно задать вопрос через наше новое мобильное приложение. Если вы им еще не пользуетесь, можете отсканировать QR-код, который видите сейчас на экране, скачать и задать свой вопрос. По поручению президента страны разработаны мастер-планы 25 дальневосточных городов. В Якутии это Якутск и Нерингри. Мы об этом не раз у нас в эфирах говорили. И вот подписано соглашение с Минвостокразвития России о создании и реконструкции объектов, включенных в мастер-план Якутска на основе дальневосточной концессии. Что это за объекты и какой объем инвестиций? Эти объекты, которые включены в мастер-план города Якутска, во-первых, это уличное освещение. Есть потенциальный инвестор, который готов вложиться не только в строительство, допустим, лампы, освещения, столбов установить. Но это будут полностью цифровые сервисы, связанные с видеонаблюдением, связанные с умным городом. И вот этот проект тоже мы предлагаем реализовать в рамках дальневосточной концессии. Дальневосточная концессия на самом деле предполагает выделение федеральных средств на покрытие капитального гранта, капитальных затрат в рамках этой концессии. И, соответственно, сокращается бремя, долговое бремя для региона таким образом. Второй проект, он связан... То есть, типа, ипотека для... Да-да-да, ипотека, но полностью основные платежи, капиталь, которые связаны с созданием объекта, финансируются из федерального бюджета. В данном случае, по дальневосточной концессии. Мы, кстати, работаем уже по ней. В прошлом году, кстати, на ПМФ заключили соглашение о модернизации нефтебаз в арктической зоне. Да, и уже четыре нефтебазы. По ним уже завершается проектно-смертная документация. В этом году начнутся встретиться, и в 2025 году будут введены... Это Усть-Куйга, Жиганск, Хандыга, значит, Белая гора полностью будет модернизирована с нефтебаз. Вот, и кроме, значит, уличного освещения, это проект Саха-кино, кинопавильон многофункциональный, да, в городе Якутске. А, наконец-то появится у наших киношников. Да, это тоже один из таких вот ключевых элементов будет нашей креативной экономики, да, вдобавок к этому креативному кластеру, который построен, да, в Якутии. Вот, и в Центре культуры и отдыха, вот, кстати, жители города Якутска много говорят о том, что им не хватает объектов досуга, будет построен спортивно-троительный комплекс, тоже в рамках дальневосточной концессии. А где он будет? В парке культуры и отдыха. А, в парке культуры и отдыха прямо. Ну, вот, судя по теме форума, главная его линия, это была суверенизация страны, и республика всегда идет с ногу с трендами. Какие соглашения вы бы могли отметить, как направленные на технологический суверенитет? Суверенизация экономики страны в целом, конечно, подразумевает импортозамещение, да, и здесь республика Сахая-Якутия, например, заключила, ну, все, наверное, слышали, соглашение с предприятием Туполевым, да, на приобретение 12 воздушных судов. Которые заменят наши Боинги. Они заменят, да, бывшие Ту-154, Ту-214, это дальневмагистральные самолеты. И, а если говорить, вот тоже опять, это гелий, да, это внутренняя экономика, тоже производство, значит, продукции, которая востребована в новых российских условиях. И также можно отметить различные, значит, ну, допустим, с теми же Роснедра, да, мы продлили соглашения, связанные с полномочиями, которые реализуются в республике Сахая-Якутия, регионам, переданными от Роснедра. И были переговоры, да, тоже, ну, не только соглашения, да, значит, были различные встречи, были встречи с Росгеологией тоже. На территории республики есть много металлов, так называемой новой экономики промышленности Российской Федерации, да, это редкоземельные металлы, свинец, значит, неопий, да, кобальт, и вот для того, чтобы ускорить освоение данных этих месторождений, тоже была встреча Асена Сергеевича с Горьковым, с руководителем Росгеологии. А вот мы сейчас наблюдаем бум в сфере беспилотников развития, вообще, как альтернативный транспорт, да, но и в обороне они используются, Россия может стать потенциальным лидером вообще рынка беспилотников. Вот в республике мы начали развивать эти беспилотники одними из первых, да, использовать, и для МЧС, и так далее. Вот какие шаги сейчас там предпринимаются? Во время ПМФ было заключено соглашение с ГТЛК, да, это государственная транспортная лизинговая компания, что оно подразумевает, примерно к сентябрю планируется инициация нового национального проекта беспилотной авиатранспортной системы, и республика Саха-Якутия, конечно же, хочет включиться в этот национальный проект. А, прямо нацпроект, то есть вот как культура образовательная? Ну, это будет известно там в сентябре месяце, мы, значит, вот, упреждая, да, конечно же, пытаемся, значит, все национальные проекты включаться, и это, надо сказать, что во время также ПМФа с дочкой ГТЛК, с беспилотными авиатранспортными системами, это такое ООО, да, значит, которое дочернее предприятие ГТЛК, Минэкология тоже заключила соглашение о том, чтобы, значит, в ближайшее время, практически вот даже на этой неделе приезжают представители этой компании, и в Хандыге, в Тамбонском районе будут в пилотном режиме рассматриваться вот эти беспилотные летательные аппараты, приезжают прямо пилоты, которые будут смотреть, мониторить лесопожарную обстановку в Тамбонском районе, да, это будет проходить практически месяц, и вот как раз вот это соглашение, оно связано с тем, что на территории республики Сахая-Якутия, это самая благоприятная территория для того, чтобы, значит, проводить эксперименты БПЛА с учетом наших низких температур, высоких температур, значит, возникновения различных климатических ситуаций, да, и вот в этом плане, конечно, очень интересно территорию республики, эксперименты будут здесь проводиться, да. И вот Тамбонский район выбран как... Это вот первый шаг, первый шаг, да, это с Минэкологией, это соглашение было заключено, и также будет создан центр подготовки пилотов, да. Мы сейчас тоже на Минновации на базе техникума связи проводят обучение, да, пилотов, но это будет уже более такой российского уровня, центр подготовки пилотов. А вот подробнее можно о премии Росинфра и о проекте, который там выиграл номинации? Ну, кстати, в первый раз на Петербургском международно-экономическом форуме вручались премии Росинфра, раньше это было отдельно, да, отдельное мероприятие Росинфра выделяет отдельные проекты, связанные с привлечением частных инвестиций, и вот один из наших проектов в сфере общего образования получил номинацию как самый лучший проект, да, в сфере общего образования. Это адаптивный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Будет построена школа на 550 мест, детским садиком на 220 мест, да, и с интернатом. В чем уникальность этого проекта? В том, что детки, они воспитываются, начиная с детского сада, да, потом, значит, школа, и они полностью вовлечены в среду, и выпускается уже ребенок полностью подготовленный к жизни, значит, в окружающем мире, да, скажем так. И, ну, вот... Это в Якутске будет? Это будет в Якутске вместо 34-й нашей школы, да, коррекционной школы, и плюс, значит, добавляется 22-я школа коррекционная, да, и для них вот будет такая новая материально-техническая база построена. Школа ведется уже в следующем году, да, детский сад с интернатом в 2025-м. Еще интересное соглашение было с Сбербанком. Со Сбербанком, да, со Сбербанком, значит, соглашение о создании школы 21 в городе Якутске, да, эта школа будет базироваться, кстати, она арендует помещение Майтоном, и планируется, что где-то около 150 учащихся, а учащиеся — это взрослые люди свыше 18 лет, будут получать обучение, становиться разработчиками, да, IT, да, значит, начального и среднего уровня. Обучение длится полтора года, может, и три года, да, в зависимости от программы обучения, и, конечно же, будут использоваться компетенции Сбера в подготовке, подготовке IT-специалистов. Ну, вообще, Якутия постоянно участвует в Петербургском форуме, в других форумах. Вот интересно вообще, в связи с изменениями ситуации вообще в стране экономической, внешнеэкономической, политической, вообще меняются ли в республике планы по запуску инвестпроектов, которые были раньше подписаны? Да, безусловно, значит, изменение ситуации подстегивает к тому, чтобы проекты ускорялись, и, конечно, те же деловые партнеры, с которыми мы общаемся, крупные недропользователи, да, на Петербургском, ну, вот на таких вот крупных форумах мы с ними сверяем свои часы, сверяем, значит, стратегии развития, да, и, допустим, вот на Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем, значит, была встреча с «Газпроминвест», на которой тоже, значит, рассмотрели новые проекты, которые «Газпроминвест» будут реализовывать на нашей территории. Интересный есть проект о строительстве так называемых лумпингов вокруг, ну, вдоль Силы Сибири. Это вот… Что это такое? Лумпинги — это, значит, параллельно, значит, действующему газопроводу, да, строится еще, и за счет вот этой прокачки газа увеличивается пропускная способность, да, вот в определенных местах, ну, выбранных эти пять мест, и будут эти лумпинги обеспечивать пропускную способность, потому что к Силе Сибири, значит, с учетом второго этапа у нас уже Кавыкинское месторождение подключилось, Виркутская область, да, ну, и потребность, на самом деле, в Газе очень высокая, в Китае, и этот проект тоже был инициирован «Газпромом», и, соответственно, вот все изменение ситуации внешнеэкономической, она ускоряет, да, те процессы, которые сейчас происходят в Республике. Ну, вот также были подведены традиционные итоги национального рейтинга состояния инфекционного климата в субъектах. Якутия заняла 15-е место, 5-е место по направлению регуляторная среда. Это прям ваш триумф. По месту в целом среди регионов, да, 15-е место, на самом деле, это, конечно, не самое высокое место для Республики Саха-Якутия, и потенциал высокий дальнейшего роста. Но мы не поднимались раньше выше. 13-е место занимали, да, значит, в прошлом году. Но дело в том, что другие субъекты тоже в рейтинге поднимаются высоко, и почему сейчас в местах несколько субъектов, они группируются, да, потому что разница между субъектами в баллах, там, в сотых значениях, да, разница. И поэтому группировка идет уже внутри рейтинга. На самом деле интересно то, что вот мы заняли 5-е место в разделе регуляторная среда. Это именно тот спектр, тот раздел, на который мы сделали упор в прошлом году, да, получили итоги национального рейтинга прошлого года, да, и мы поставили перед собой задачу облегчить путь инвестора, сократить процедуры, да, все связанные, значит, и с получением разрешения, там, на выделение земельного участка, да, с подключением различных к инфраструктуре. И 9 проектных групп в правительстве Республики работало по 9 направлениям. И тот результат, который мы получили, он достаточно, он такой, ну, очень высокий, потому что в этом блоке 27 показателей, из них по 21 республика входит в группу А, да, это самый высший, это элита рейтинга. По остальным 6 входит в соседнюю группу, в группу Б, да, это тоже очень высокое значение, тоже высокий результат, и я считаю, что, учитывая то, что мы ставили именно эту задачу, мы ее достигли, это очень тоже хороший результат в целом работы проектного офиса, который возглавляет Кирилл Генчев, Бачков, да, за прошедший год. Мы также работали над сокращением контрольно-надзорной деятельности, да, и тоже в рейтинге, административно в рейтинге контрольно-надзорной деятельности мы тоже существенно продвинулись в прошлом году высоко, из 66-го места на 35-е место вышли в стране. Это тоже такой существенный плюс. А почему вообще этому рейтингу такое большое внимание уделяется? Чем он важен? Ну, потому что все-таки поддержка малого-среднего бизнеса, да, очень, ну, является таким существенным, и государство понимает, что это локомотив экономики России в будущем, да, в перспективе, и как регионы создают условия для того, чтобы двигаться, да, чтобы и малый-средний бизнес все-таки вкладывался в производство, не просто осуществлял текущую деятельность, но и в дальнейшем, значит, расширял свои, значит, свои производства и бизнесы, и выходил на новый уровень, да. Мы, как всегда говорим, из торговли, в торговле накапливается капитал, чтобы в дальнейшем это все перерастало в производство, да, и малый-средний бизнес — это все-таки занятость, да, это средний класс, можно сказать, да, в стране, и, конечно, с точки зрения государственной социальной политики, это тоже очень важно. А вот работа вашего министерства — это какие показатели рейтинга? Я уже примерно сказала, да, это все-таки вот инвестиционный цикл, сокращение инвестиционного цикла. Вот регуляторная среда, как раз, это ваша работа. Да, регуляторная среда — это наша работа, мы координируем, да, работу, но есть, конечно, показатели, которые непосредственно с нами связаны. Это, значит, допустим, наше подведомственное предприятие, учреждение ГАУМФЦ, которое тоже занимается упрощением процедур, процесса, предоставления государственных услуг, взаимодействует, допустим, с Росреестром, да, и тоже, например, можно сказать, что время регистрации объектов собственности сократилось с 9 до 3 дней по результатам нашей работы, которая была произведена. Ну, знаете, я вот не раз слышала про такие рейтинги, еще мнение, что Якутия никогда там на первом месте не будет по каким-то объективным причинам, потому что у нас просто удаленность, просто плохой климат, просто плохая логистика, дорогая. Да, есть такие показатели, на которые мы совсем не можем, сложно на них влиять, они в категории Е, Е — это вот самая низшая группа. Это вот как раз логистика? Это качество дорожной сети, например, да, конечно же, всю республику невозможно обеспечить качественные дорожные, улично-дорожные сети. Но, тем не менее, есть продвижение, например, в прошлом году, не в этом году, да, а в прошлом году бизнес оценил положительно улучшение именно состояния автодорог, да. Почему-то это произошло в прошлом году. Мы из Е выкарабкались в группу Д, да, чуть повыше. Но это тоже не самый лучший показатель, конечно, в стране, но, тем не менее, какой-то позитив, видимо, бизнес ощутил. Но в этом году обратно скатились в группу Е. Ну, наверное, тоже повлияло то, что у нас происходит в Якутске, с улучшенной дорожной сети. Но дороги строятся, это процесс, он идет, и ежегодно в республике 500 километров автодорог водят. И по этому показателю, да, кстати, у нас динамика положительная тоже по доле автодорог, которая соответствует требованиям. А вообще больше половины показателей этого рейтинга по вопросам самого бизнеса, да, я правильно понимаю? А какие актуальные проблемы вообще еще есть у бизнес-среды в республике, ну вот помимо этих дорог? Помимо, есть еще показатель тоже сложный с инфокоммуникационным обеспечением, да, вот состояние, видимо, и качество сотовой связи, качество состояния интернета тоже невысоко у нас оценивается в республике Саха-Якутия. Хотя, конечно, продвижение сейчас существенное. Мы сейчас представители республики движутся к тому, чтобы прокладывать волосы в арктической зоне, да, будет реализован проект «Синергия Арктики» и районные центры. В количестве 2026 году в Арктике будут присоединены иметь высококачественный интернет. Я думаю, что это тоже очень существенно обоскажется на рейтинге. Есть сложные, тоже тяжелые показатели, связанные с долей продукции несырьевого экспорта, которые реализуются малым и средним бизнесом. Понятно, что доля у нас, конечно, очень низка в республике Саха-Якутия. Это тоже будет такой один из неподъемных показателей. Чтобы нам как-то продвинуться в рейтинге, нужно обеспечивать 2000 таких малых и средних бизнесов, да, в республике, которые занимаются экспортом несырьевой продукции и услуг. А, кстати, услуги не принимаются, только продукция, да. Это же наше IT, вот это вот как раз нет? Нет, вот услуги не считаются в этом рейтинге, почему-то так несправедливо, наверное, да, но считается только чистая продукция, да. Это дикоросы, допустим, тот же Сахай-Чай, да. Это, значит, та продукция, ну, допустим, та же ФПК Якутия реализует ЕС, да. Но, опять же, это не входит, потому что ФПК Якутия — это акционерное общество, да. Вот. Ну, там много нюансов таких вот. Ну, вот прошлый год вообще стал рекордным по привлечению инвестиций в экономику. 616 миллиардов рублей, да, с ростом практически на 30%. Вот. Как так получилось? Это какая-то вот, ну, разовая такая история, то есть долго-долго готовились, в этом году привлекли, и все, и дальше будет. Или это будет вот теперь держаться, будем, на таком уровне? Это в том числе, да, и результат тех усилий, которые направляются на создание благоприятного национального климата для малого-среднего бизнеса, да, но в большей степени, конечно, это крупный бизнес, это показатель доверия, значит, крупного бизнеса к республике Саха-Якутия, да, и все-таки много производства, они, значит, были инициированы и реализованы в прошлом году, и мы рассчитываем, что в дальнейшем этот будет только ускоряться. А роль муниципалитетов, вот насколько важна для инвесторов создание благоприятного этого климата? Она, можно сказать, даже ключевая, потому что первое, к чему обращается инвестор, это все-таки земельные участки, да, на территории, а управление земельными участками, это в основном прерогатива, значит, муниципальных органов власти, и все разрешительные процедуры, да, все, что связано с кадастровыми, там, работами, да, все, что связано с, значит, ну, вот еще раз, с разрешительными процедурами, они связаны с администрацией муниципальных районов, и мы, конечно, их вовлекаем, вот этот процесс. Мы уже в течение трех лет ведем муниципальный рейтинг, инвестиционный тоже. Это у нас там самые отличники? Да, разные, значит, одно время был Тампонский, например, район тоже, да, выскакивал, значит, на первое место, значит, и Горный район, значит, ну, сейчас еще пока не подведены итоги за прошлый год, поэтому еще рано говорить, результаты бывают очень разные, потому что очень сильно зависит от тех решений, которые принимаются администрациями. То есть нет такого, чтобы некоторые прям совсем отстающие, сейчас мы такие, вот, там совсем плохо, не можем так сказать. Можно, можно, да, есть очень существенные движения внутри этого рейтинга, да, и этот рейтинг очень зависит, как я уже сказала, от тех решений, которые принимаются органами в отношении улучшения, да, к бизнесу, потому что малый и средний бизнес, он очень чувствителен, он, когда ощущает поддержку муниципального района, да, он сразу быстро реагирует, потому что рейтинг все равно проводится на основе опросов, а опросы — это всегда, ну, всегда, чаще всего субъективное мнение, да. Ну, хочется про мирницкий форум тоже поговорить. Почему вообще второй раз республиканский инвестиционный форум, республиканский, проводится в Мирном? Да. Первый инвестиционный форум был проведен в 2019 году, да, дальше случились, значит, ковидные ограничения, да, в 2020-2021 году тоже мы так легко от этого, ну, нелегко от этого отходили. Ну, вот в этом году по инициативе администрации Мирненского района... Ну, вот она роль муниципалитета, да? Да, роль муниципалитета, их инициатива, и провели еще второй региональный Мирненский инвестиционный форум. Основными темами этого форума стали развитие территории, цифровое развитие, предпринимательство, занятость и туризм. Вот что из этого более интересно бизнесу, и какие темы стали новыми, или ничто не новое подлумывали? Нет, все эти направления, да, и предпринимательство, и туризм, они интересны бизнесу, и почему отличаются, чем отличаются региональные, да, наши инвестиционные форумы в том, что очень много мы уделяем внимания в проведении этих форумов именно обучению, да, обучению предпринимателей. Очень активно участвуют центры, например, «Мой бизнес», агентства привлечения инвестиций, и рассказывают о том, как составить бизнес-план, какие меры финансовой поддержки есть в республике Саха-Якутия, да, и те по итогам форума мы обязательно проводим анкетирование, значит, обратную связь, да, и вот действительно именно обучающие программы, обучающие мероприятия, форума показывают самую положительную обратную связь от бизнеса. А какие-то новые инвестиционные проекты там удалось обсудить, которые вот прям совсем новые? Ну вот гели мы продолжили, да, обсуждение, и совсем, ну, из-за всех новых можно выделить, кстати, приезжали китайские потенциальные инвесторы, да, и они интересовались... Так что он не совсем региональный, а прям международный, можно сказать. Да, 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 есть немножко такой уровень. Интересовались производством лития, да, тоже было проведено, значит, проведен круглый стол с участием и проектных организаций. Там есть много вопросов, связанных, связанных с технологией, конечно же, этого производства, поэтому не самое простое. Но, тем не менее, значит, будет привлекаться наше научное сообщество, кстати, тот же НОД Север, в том, что для того, чтобы эти проекты были реализованы, это касается и гелия, да, и лития. Сколько вообще инвестпроектов было рассмотрено? Да, на Мирненском форуме было рассмотрено 45 инвестиционных проектов, в том числе такие проекты, как «Мир глубокий», значит, то, что я сказала, гелий литий, да, и, наверное, для себя бы я выделила проект из Сунтарского района, потому что это не только для Мирненского района, для всех улусов, районов, которые у нас находятся в Западной Якутии, да, этот форум проводится. И вот из Сунтарского района есть хороший такой сельскохозяйственный проект, который, ну, видно, что он может быть реализован, нужна небольшая поддержка, да, со стороны республики Саха-Якутия, да, ментельхоза, и, возможно, вот тот механизм территории развития местного производства, закон о котором был принят вот на последние CCL2MEN, тоже поможет проекту реализоваться. А вот кроме субриканских ведомств институтов развития, ну, вот китайских партнеров крупного бизнеса нашего традиционного, кто еще там принимал участие? Так, ну, вот муниципальные районы, да, практически все муниципальные районы Западной Якутии были представлены на этом форуме. Ну, и, конечно, очень сам бизнес активно принимал участие. И один из круглых столов был посвящен мастер-плану развития города Мирны. Вы вдруг в своем телеграм-канале про это писали. Да, Алроса, значит, разработала концептуальный мастер-план города Мирного. И в его реализацию, конечно, у нас втянуты практически все ведомства, министерства, да, корпорации развития Якутии. Надо сказать, что этот мастер-план уже начинает реализовываться, потому что один из таких вот существенных проектов мастер-плана, который исходит из, опять же, запроса жителей, да, из мирнинцев на отсутствие досуговых мест. Это центр общественных коммуникаций, так скажем. Это центр малого-среднего бизнеса, который будет создан в городе Мирном. Мы его объединили с поручением президента страны, который он дал на прошлом восточном экономическом форме о создании шести многосервисных центров в городах Дальнего Востока. И вот первым таким многофункциональным сервисным центром будет центр в городе Мирно. Проектно-сменедовую документацию разрабатывает сейчас компания Алроса. Это будет пилотный проект. Потом эти центры по данному проекту будут в других городах Дальнего Востока реализованы. И практически со следующего года планируется, что полмиллиарда рублей федеральных средств будет выделено на создание вот этого центра сервисной экономики в городе Мирном. То есть уже мастер-план начинает реализовывать свою реализацию. А вот, то есть он, получается, не был создан по поручению Путина, вот как мастер-план о якутской Нерингере, но Алроса сама... Да, потому что в те 25 дальневосточных городов входили города с численностью выше 50 тысяч человек населения. А, просто Мирный не попадал, да? Мирный не попал по критериям. Но на самом деле, конечно, Мирный является тоже одной из ключевой точек экономического роста в республике Саха-Якутия. И социальному развитию этого города нужно уделять особое внимание. Мы понимаем, что 25% ВРП генерится именно в Мирненском районе и 70% инвестиций в основной капитал в республике Саха-Якутия приходится на западную Якутию, да? Включая, конечно, Ленский район, Мирненский район, основные объемы. Ну вот этот республиканский форум второй раз он прошел. Вообще, вам сейчас уже понятно, нужен он, станет он традицией или эффект есть от него? Да, кстати, очень многие говорили на форуме о том, что нужно проводить его чаще, а не раз в 4 года, да, раз в 2 года хотя бы, да. И мы, конечно, ориентируемся на то, чтобы не только в Мирненском районе такие форумы проводить. Здесь вот на высоком уровне, на таком вот с участием и корпорации развития Дальнего Востока, кстати, представители приезжали непосредственно, да, участвовали и представители, значит, банковского сектора. Наши устремления связаны также с тем, чтобы проводить локальные форумы в других муниципальных районах. Например, в Горном тоже экономический форум, они сами тоже проводят у себя, да. Но они не носят, может быть, характер республиканского уровня. Просто дело в том, что когда-то Питерский форум ведь тоже вырос из регионального петербургского форума. Может быть, у нашего якутского форума тоже будет большое будущее. Спасибо вам большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Мне было интересно. Ну что ж, на этом наша программа подошла к концу. Это Якутия Лайф. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19.15. Расскажем, чем живет Якутия.